На прилавках магазинов Ульяновской области выходные вновь появятся. Крепкий алкоголь. Соответствующее решение во втором чтении приняли депутаты регионального парламента. Правда, эмбарго на спиртные напитки с содержанием этилового спирта более 15% сняты не до конца. Приобрести такую продукцию жители региона смогут, как и в будни, с 8 утра до 20 часов. К слову, в первом чтении некоторые депутаты выступили с инициативой увеличить время розничной продажи до 23.00. Мы приняли решение не идти на поводу выступления тех депутатов, которые говорили, что нужно в субботу до 23 часов сделать алкоголь и в воскресенье. Мы оставили проект закона без изменений. Мы отозвали все поправки, которые теми или иными депутатами хотели внестись. Большинством голосов депутаты поддержали изменения в законопроект о Дорожном фонде Ульяновской области. Поправки гласят, что теперь средства в региональный фонд от штрафов за ПДД будут поступать в полном объеме. Это позволит получить порядка 300 миллионов дополнительно в Дорожный фонд. Естественно, деньги будут потрачены на содержание и ремонт дорог. Предполагается в будущем, в таком близком, что они будут потрачены также на установление постов весового контроля, что в свою очередь позволит и разгрузить дорожное полотно. Отчисления за автонарушения в региональный фонд производились и раньше. Однако предыдущая редакция закона предусматривала в бюджет только 52% от штрафов. 16-й вопрос в повестке дня касался неэффективных налоговых льгот для организации авиационной промышленности. В частности, речь шла об Авиастаре. В 2014 году в отношении предприятия областное правительство продлило льготы в виде бизнес-плана. Завод за определенный период времени должен был достигнуть согласованных результатов. Тогда одно из главных градообразующих предприятий региона находилось в трудном финансовом положении. Несмотря на то, что цели достигнуты не были, завод за это время, как утверждают эксперты, вышел из кризиса. Поэтому некоторые налоговые льготы в виде предоставлений ипотеки для сотрудников предприятия профильные ведомства посчитали неэффективными. Мы задавали этот вопрос, конечно же, будет ли это сюрпризом для организации. Нет, правительство проводило с ними длительные переговоры и принято решение об отмене этих льгот. Цена вопроса составит около 159 миллионов рублей, которые дополнительно будут направлены в бюджет Ульянской области. Волну споров и негодования среди представителей фракции КПРФ вызвал вопрос о назначении на должность председателя комитета по жилищно-коммунальному комплексу однопартийца Андрея Седова. Как оказалось, якобы на комитете красные Седова на это кресло не выдвигали. Более того, накануне кандидата на пост его же коллеги вычеркнули из рядов политической фракции. В этих условиях его назначение на предстоящем заседании Законодательного собрания станет грубым нарушением предварительного соглашения о распределении комитетов между фракциями и полным игнорированием мнения большого количества избирателей, которые доверили депутатам фракции КПРФ представлять их интересы в Законодательном собрании региона. В результате вся 30-минутная полемика по этому вопросу обернулась обвинением коммунистов в адрес Единой России. Якобы лидирующая партия постоянно вмешивается во внутренние вопросы КПРФ, а Андрей Седов, как председатель комитета, еще один политический шаг и мат в адрес оппонентов. То, что вы сейчас разыграли, это какой-то дешевый цирк. Ну, предполагали ли мне это? Безусловно, потому что Айрат не даст соврать. За две недели до вот этих событий я, в принципе, ему рассказал, как это все будет. Вот, безусловно, это красивый, скажем так, такой политический, в определенном смысле, можно сказать, авантюра. В итоге большинством решением голосов Андрей Седов утвержден на должность председателя комитета регионального парламента по жилищной политике и коммунальному хозяйству. В принципе, моя работа будет, это справедливое и разумное принятие различных решений. Это взять под контроль неуправляющие компании, и проблемы неплатежей, и проблемы образования цен и тарифов. Здесь какой вопрос не возьми, они все проблемы и сложные. Поэтому цель одна – хорошо, достойно работать в интересах наших избирателей. Всего на повестку четвертого заседания в парламенте вынесли 76 вопросов. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.